Отметим, сам министр образования Карлос Шадурскис к собравшимся возле дверей министерства не вышел, так как во время пикета находился в Сейме, где обсуждали проект бюджета на следующий год. Там же присутствовал и глава правительства Марис Кучинскис. Думать будем, но через год. Так он заявил о создании в стране фискального резерва. Вопреки советам многих экспертов, госбюджет на следующий год все же будет с дефицитом в 1%. Прежде чем Сейме рассмотрит проект бюджета в первом чтении, его должны обсудить в ответственных комиссиях. Премьера и главу Минфина пригласили сегодня на заседание комиссии по бюджету и финансам. Мы сдержали слово и новых налогов и пошлин в бюджете не предусмотрено. Это мы обещали и своим социальным партнерам. Сначала при работе над бюджетом цифры казались немного пессимистичнее. Но уже второй год аудиторская группа от Минфина вместе с самими министерствами довольно много средств на свои приоритеты изыскивают из внутренних резервов. Я не вижу, чтобы шли к эффективному управлению. Штатные места в госуправлении не сокращают, а увеличивают. И каждое учреждение в отдельности как может увеличивает среднюю зарплату в своем ведомстве. Когда наконец этот вопрос будет решать централизованно, чтобы управление было компактнее и эффективнее, и за одну работу платили одинаково? Вопрос в процессе. Как обычно, он наталкивается на то, что все согласны, пока дело не доходит до каждого ведомства в отдельности. Но этот вопрос есть в повестке дня правительства. И очередные переговоры с госканцелярией будут уже на этой неделе. Однако ясно, что это не вопрос следующего года. Интересовало депутатов, и не видит ли правительство рисков столь резком увеличении минимальной зарплаты. Напомним, со следующего года она составит 430 евро, вместо нынешних 380. Увеличение минимальной зарплаты в рамках налоговой реформы было главной темой дискуссии с социальными партнерами, и за него выступал Союз самоуправлений. Выбор был такой — повышать зарплату постепенно в течение трех лет, что мне лично казалось лучше. Но окончательное решение было поднять ее сразу, и в течение трех лет не менять. В отчете организации OECD меня поразила одна цифра. Люди начинают употреблять медикаменты и болеть хроническими заболеваниями. В Латвии в 51 год, а в Швеции в 71 год. Мы вкладываем средства в не очень понятный план здравоохранения. Может, деньги надо вкладывать в продвижение здорового образа жизни? Я согласна, что мы боремся с последствиями. Нужна превенция. Для этого мы используем деньги ЕС. 56 миллионов в сотрудничестве с самоуправлениями можно будет потратить на укрепление здорового образа жизни. Деньги есть. Нужны идеи и практическая реализация. В Совете по фискальной дисциплине, глава которого сегодня также был приглашен на комиссию, не устает напоминать, стране нужно делать накопление и составлять госбюджет с профицитом. К примеру, в 2019 году правительство этого делать не планирует. Несмотря на то, что налоговая реформа очень далеко идущая, с хорошими задумками, у неё есть большие проблемы. В её реализации не была проведена достаточная оценка. И наши расчёты не говорят о том, что сбор налогов может повыситься до 33% от ВВП, оговоренных в правительственной декларации. Фискальный резерв — 2019 год. Мы не можем эффект фискальной реформы в воздухе рисовать. Бюджет формируется математически, потому базовые финансирования со знаком «минус». Мы прекрасно осознаём, что в следующем году, принимая бюджет, мы вернёмся к фискальному резерву. Первое чтение бюджета на следующий год намечено на 25 октября. Если одного дня будет мало, заседание продолжится 26-го. Практику ночных заседаний семь повторять не будет.